Как вы относитесь к запрету на вещание канала в ЗИК, Незван и 112? Положительно. Непонятное финансирование. Финансирование должно быть прозрачным. Нежелательно, чтобы убирали. Когда вы их смотрели, вы не замечали каких-то манипуляций в их подаче информации? Нет, нет. Все слышала нормально, все рассказывает, что творится, где, как. Просто там немного честнее были эти люди, чем другие каналы. Давно надо было, чтобы при Порошенко надо было закрыть, чтобы людям мозги не промывали российской пропагандой. Пускай показывают люди. Все же новости какие-то, разнообразие будет. Вы когда смотрите эти каналы, не замечаете каких-то манипуляций в их подаче информации? Все нормально, все хорошо, рассказывают, объясняют. Я вообще считаю это глупость. Если кто хочет, он и по интернету все посмотрит, все, что ему надо. А каналы должны быть, как они были, так и были. Кому надо, те найдут эти посмотреть. Вы не замечаете манипуляции в их подаче информации? По всем каналам делают это. По всем, я вам скажу. И радио, и телевидение нам дают ту информацию, которую нам можно. А то, что остальное, мы ищем сами. Любимый канал мой ЗИК. Я всегда смотрела все передачи. Я просто возмущена этим положением. Это нужно выходить, требовать. Ну, Зеленский же, говорят, не имел права. Это же противоречит Конституции. Но если они не хотят, чтобы мы, украинцы, знали украинские новости, то пусть запрещают. Вы когда смотрите, вы не замечаете каких-то манипуляций в их подаче информации? Ну, иногда бывает. А что бывает? Что вы замечали? Ну, сейчас так не вспомнишь все. Ну, бывает. То, что говорилось на этих каналах, идет на вред стране Украина. Я не знаю, юридически ли правильно это сделано. Я не знаю, пусть разбираются. Но то, что там вещалось, мне не нравилось. А почему вам это не нравилось? Потому что это наносило большой информационный вред. И, ну, наша страна находится в состоянии войны со страной России. Поэтому мне это не нравилось. Демократия, должны все вещать. А вы эти каналы смотрите? Мы все каналы смотрим. И Прямой, и Интер, и 112. И когда ты посмотришь, делаешь выводы. Кто что каже. А потом уже думай своей головой. А потом уже думай своей головой.